В Большом театре дают премьеру, которую ждали. Это опера Гаэтана Деницетти, Дон Паскуали. Ждали ее по нескольким причинам. Конечно, потому что не ставилась она уже давно. И за имени режиссера-постановщика. Подробности у Елены Ворошиловой. Она сейчас работает в Большом театре. Тимофей Кулябин, режиссер скандального знаменитого новосибирского тангейзера, дебютирует на сцене Большого, теперь в зоне его внимания, Дон Паскуали. От действия оперы Деницетти режиссер перенес наши дни, сорвал с героев театральные маски и присвоил им социальные статусы. Поэтому не удивляйтесь, если в персонажах вы узнаете своих знакомых, друзей или себя. На сцене Большого весь средств социального общества и ситуации, знакомые каждому зрителю. По Дону Паскуалю, ставшим мишенью на смешек и карикатур, в Большом соскучились. Последняя премьера была почти 150 лет назад, и это была историческая сцена. Новая, предназначенная для экспериментальных постановок, идеально подошла для воплощения идей Тимофея Кулябина. Это его вторая работа в опере, первая была в Новосибирске. Большой, конечно, понимал, что приглашая новатора, он не получит на выходе традиционного спектакля. В этом интрига этой премьеры, которую готовят два состава, помимо российских певцов, в команде итальянские и испанские исполнители. Главная женская партия доверена звезде Большого Венере Гемодиевой. За дирижерским пультом польский дирижер Михаил Клауза. С такой интернациональной командой Дон Паскуаля начинает новую жизнь в Большом.